С каждым новым открытием Вселенная бросает нам вызов. Но даже при современном технологическом прогрессе в макрокосмосе остается достаточно слепых пятен. Неизученные физические явления, происходящие в самых отдаленных уголках галактики, способны одновременно приводить в ужас и изумлять исследователей глубокого космоса. И сегодня мы расскажем вам об одном из них. Самый мощный магнит во Вселенной, обладающий поистине колоссальным уровнем излучения. Магнитар. За последние 50 лет человечество несколько раз сталкивалось с феноменальным излучением, пришедшим из далеких областей космоса. Но, как нередко бывает в случаях с космическими открытиями, астрофизикам не сразу удалось идентифицировать источник. 1979 год. Три американских спутника Велла, следящие за проведением ядерных испытаний на Земле, регистрируют необычный гамма-всплеск. 92. Астрофизики предполагают существование неизвестного науки небесного тела с огромным коэффициентом электромагнитного излучения. 98. Вспышка в созвездии Орла. Множество измерительных приборов фиксируют необъяснимую аномалию, источник которой находится за десятки тысяч световых лет от нас. 2004. Все мировые телескопы на короткое время ослеплены. Менее чем за секунду через каждый квадратный сантиметр в Солнечной системе проходит волна гамма-излучения. Крупнейшая вспышка за всю историю наблюдений. Но сегодня мы максимально близки к тому, чтобы наконец объяснить природу этого открытия. Магнитар – это нейтронная звезда, обладающая невероятно сильным магнитным полем около 10 в 13 степени Тесла, что почти в триллионы раз больше электромагнитного излучения Земли. И одно из самых редких и действительно опасных явлений, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Когда время существования сверхмассивной звезды подходит к концу, происходит взрыв сверхновой. И среди множества вариантов развития событий есть только один, при котором звезда может стать магнитаром. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни слышал о русской рулетке. По правилам игры в барабане револьвера один патрон. Вероятность того, что он выпадет при нажатии на курок, крайне мала. Но когда это происходит, последствия приобретают поистине крышесносный оборот. Впрочем, споры ученых о том, что представляет из себя этот вариант, не прекращаются до сих пор. Согласно первой теории, на формирование магнитара влияют внутренняя энергия звезды и сила ее вращения. Если нейтронная звезда появляется в момент быстрого вращения, то внутренняя энергия такой звезды и сила ее вращения, имеющая огромное влияние в первые несколько секунд, вместе создают мощное магнитное поле. В науке такой процесс получил название «активная динамо». Но существует и другая теория. В результате процесса аккреции магнитар может получить энергию от другой звезды. Исследователи обнаружили движущийся магнитар, который в будущем покинет нашу галактику. Большинство перемещающихся звезд, которые мы знаем, приобрели свою траекторию в результате взрыва сверхновых в бинарной или двойной системе. Это значит, что между двумя звездами такой системы, имеющими общий центр масс, в момент вращения происходит процесс аккреции – материал одной звезды постепенно перетекает на другую. В этом случае потенциальный магнитар получает свой источник энергии. Примерно как с баскетбольным мечом, который кружится вокруг кольца. Рано или поздно он упадет, но процесс вращения заранее определит направление этого падения. Магнитары очень быстро крутятся вокруг своей оси. Их скорость колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч оборотов в секунду. В то же время их размер рекордно мал. Как правило, диаметр магнитаров достигает всего 20-30 километров. Для сравнения, диаметр Луны равен 3474 километрам, то есть примерно в 173 раза больше, чем у среднестатистического магнитара. Однако с массой все устроено намного сложнее. Магнитар с радиусом 15 километров, несмотря на свои размеры, будет значительно тяжелее нашего Солнца. Считается, что именно его чрезвычайно сильная внутренняя плотность служит причиной высокого магнитного излучения. Например, 1И1048.1-5937 – аномальный рентгеновский пульсар, расположенный в 9 тысячах световых лет в созвездии Киль. Звезда, из которой сформировался магнитар, имела массу в 30-40 раз больше Солнечной. Плотность материала на этих звездах настолько велика, что колпачок от шариковой ручки весил бы миллиарды тонн. И если бы человек оказался на поверхности, его бы расплющило в считанные секунды. Несколько лет назад астрономам из НАСА удалось зафиксировать явление, вошедшее в историю как звездотрясение. Благодаря космическому гамма-телескопу в ферме ученые получили данные о мощнейших всплесках рентгеновского излучения, источником которых был магнитар SGR J1550-5418. Магнитное поле звезды настолько велико, что иногда в ее коре происходят разломы и высвобождается огромное количество энергии. Такое звездотрясение порождает пульсирующий электрический ток. Теоретически, если бы такой магнитар на пике своей активности оказался в пределах Солнечной системы, мы бы даже не успели заметить угрозу. А зоновый слой Земли вместе со всеми формами органической жизни, населяющими планету, был бы стерт в течение нескольких сотых секунды. Но, к счастью, ближайший от нас магнитар находится на достаточно безопасном расстоянии. Впрочем, к магнитару невозможно приблизиться не только из-за гравитационных свойств, его ядра и энергетических вспышек в период звездотрясений. На расстоянии сотни тысяч километров его магнитное поле в своем стабильном состоянии может выводить из строя электроприборы, а любой объект, оказавшийся ближе тысячи, расщепить на атомы. Для того, чтобы систематизировать разницу в излучении, ученые решили разделить магнитары по двум классам с помощью аббревиатур. Именно их можно встретить чаще всего в любом астрономическом каталоге. СГР – Soft Gamma Repeater, что значит мягкое гамма-излучение. И АХП – Anomalous X-Ray Pulsar – аномальный пульсар с рентгеновским излучением. Фактически, СГР и АХП – это разные фазы жизни одного и того же объекта. Ученые полагают, что первые 10 тысяч лет магнитар – это СГР, пульсар, видимый в обычном свете и дающий повторяющиеся вспышки мягкого гамма-излучения. Но с течением времени он теряет свои свойства, исчезает из видимого диапазона и показывается нам уже только в рентгеновском, в качестве АХП. На сегодняшний день среди миллиардов нейтронных звезд по разным источникам нам известно от 30 до 150 потенциальных магнитаров. В Млечном пути их около 12, а ближайший из них 1И2259 плюс 586 находится на расстоянии около 4 килопарсек или 13 тысяч световых лет от Земли. Магнитар является источником мягких гаммов всплесков и в случае звездотрясения грозит нам только легкими изменениями в верхних слоях ионосферы. Из-за небольшой величины магнитаров, а также их удаленности от Земли, наблюдать такие звезды при помощи обычных любительских телескопов невозможно. Для их изучения чаще всего используют метод инфракрасного или рентгеновского сканирования неба. Впрочем, благодаря тому, что они излучают интенсивное магнитное поле и радиацию, обнаружить эти звезды с помощью приборов – задача намного проще. И именно такое событие произошло несколько лет назад, в 2013 году. Астрономы объявили, что нашли магнитар, который находится близко к сверхмассивной черной дыре, прямо в центре Млечного пути. Обнаружить звезду удалось благодаря нескольким орбитальным телескопам, в том числе Космической рентгеновской обсерватории Чандра. SGR 1745-2900 находится на расстоянии всего 0,3 светового года от края черной дыры. И на сегодняшний день это единственная нейтронная звезда, которую удалось обнаружить вблизи объекта такого масштаба. Астрономы следят за магнитаром SGR 1745-2900 с момента его открытия. И несколько лет назад было объявлено, что уровень его рентгеновского излучения значительно ниже, чем у звезд этой же группы. Новость тут же вызвала массу дискуссий. Может ли причиной этих изменений быть близость к черной дыре? После двухлетних исследований астрофизики, наблюдавшие за SGR 1745-2900, пришли к выводу, что расстояние в 0,3 светового года все-таки недостаточно для того, чтобы между черной дырой и магнитаром происходило какое-либо взаимодействие через магнитные или гравитационные поля. И вероятнее всего причина кроется в чем-то другом. Продолжительность жизни магнитара не очень велика – всего около миллиона лет. И затухание магнитного поля за время его существования вполне естественно. Некоторые ученые предполагают, что такие процессы могут приводить к изменению статуса звезды. В этом случае магнитары могут менять свой класс, вспыхивать чаще или реже, истощать запас вещества, а значит переходить из категории SGR в AXP. На закате своего существования звезда, когда-то бывшая магнитаром, но пережившая распад своего магнитного поля, может даже стать тепловой нейтронной звездой. Пока таких объектов известно всего около семи. По своему числу эта группа звезд получила название The Magnificent Seven. И возможно, каждая из них когда-то была одним из самых опасных объектов далекого космоса. Но для того, чтобы это выяснить, нам понадобятся долгие годы, технологические совершенствования и люди, готовые тратить свою жизнь на поиск решений для самых опасных и невероятных загадок Вселенной.